Уважаемые коллеги, действительно очень много информации, много-много интересного. Сессия наша была посвящена самым разнообразным вопросам. Все посвящено болезням абструктивным, астма, хоббл. 19-й год, наверное, стал рекордным годом по изменению подходов к рекомендациям. И в области особенно бронхиальной астмы это четко видно. Мы сегодня много обсуждаем вопросов о тяжелой, неконтролируемой бронхиальной астме. Появилась новая линейка биологических препаратов. Опыта, как такового, у нас еще очень мало. Некоторые просто принимали участие в рамках рандомизированных клинических исследований, поэтому опыт подчеркнут именно оттуда. А что касается опыта реального, нам только предстоит сделать этот шаг, потрогать препарат, увидеть эффекты на своих пациентах. Конечно, перед нами очень и очень большая перспектива. Уважаемые коллеги, у нас практически время для последнего симпозиума. Мне представляется, что он тоже очень важен. Почему? Называется он достаточно апаркезно, новая эра подходов к ведению пациентов с бронхиальной астмой. Но это отнюдь не слова, это действительно так. Дело в том, что мы сегодня говорим о изменившихся подходах к терапии пациентов с легкой бронхиальной астмой. Мы сегодня много говорили про тяжелую, но легкая астма тоже заслуживает внимания. Дело в том, что в течение многих лет, в последнее время, некоторые говорят 40 лет, некоторые говорят 25 лет, джина появилась как документ более чем 25 лет назад. За это время, конечно, документ эволюционировал, но неизменным оставалось одно и то же. Если мы говорили о терапии пациентов с легкой астмой, всегда легкая астма была в нашем фокусе внимания, как достаточно простая, несерьезная болезнь. И в течение многих лет всегда были одни и те же рекомендации, как лечить легких пациентов с терапии бонхиальной астмой, бронхолитики по потребности бронхолитики короткого действия. И при этом мы уже много лет говорим про то, что астма – это болезнь, которая связана с воспалением. Соответственно, был определенный парадокс – легких пациентов, несмотря на наличие воспаления, мы пытались лечить не противовоспалительными препаратами. Когда астма у пациента становилась тяжелее, вторая ступень, третья, мы нашим пациентам давали совсем другие советы. Мы им говорили, ваш ингалятор, которым вы пользовались, ингалятор сальбутамол или похоже на него, является опасным, если вы его используете в виде монотерапии. Пожалуйста, теперь используйте другие препараты, как ингаляционные глюкокортикостероиды. Ну, опять же, мы получали новые парадоксы. Наш пациент нам говорил, что он не чувствует никакого эффекта от этого нового препарата, и что неэффективный препарат, наверное, не нужен нашим больным. То есть, таким образом, мы, несмотря на то, что знали, что ингаляционные глюкокортикостероиды – это нужная терапия, противовоспалительная терапия, но мы не могли добиться от нашего пациента соблюдения наших рекомендаций. То есть, сегодня мы используем термины compliance, приверженность к терапии. Но если говорить про суть проблемы, она, кажется, заключается в том, что среди легких пациентов добиться хорошего compliance очень сложно. Ну и сегодня мы будем с вами обсуждать те новые изменения, которые появились. Эти изменения уже нашли отражение в рекомендациях буквально всех, в глобальных рекомендациях GINA 2019 года, в российских рекомендациях 2019 года. Ну и позвольте тогда объявить начало нашей сессии открытым. Первый доклад, который обозначен, он посвящен... Сейчас, извините, я его потерял. Нет, я знаю, что выступает Александр Викторович Емельянов, но у него достаточно длительное название доклада. Называется, кстати, он тоже достаточно необычно, но обращаю ваше внимание на новую терминологию, которая появилась в нашей практике. Противовоспалительный бронхолитик по потребности. Как предпочтительная стратегия для оккупирования симптомов на всех ступенях терапии бронхиальной аспы.